И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 24 марта и второй материал традиционно посвящен событиям на фронте, что произошло значимого, важного и начнем мы с изюма. Как я говорил в предыдущих выпусках, позавчера началось новое, по сути, генеральное сражение за изюм и окрестности города. Причем его начали вооруженные силы Украины, то есть сосредоточив значительно механизированные подкрепления в составе нескольких батальонов, усиленных танками. Они предприняли отчаянную попытку деблокировать своих товарищей в южном изюме. Она закончилась неудачно. Российские войска разгромили эти механизированные колонны и уже вчера на протяжении всего дня они начали их оттеснять все дальше и дальше на юг. А в это самое время южную часть изюма, так называемую гору Кременец, которая возвышается над всем этим регионом, вот на самом деле с нее местность просматривается на десятки километров вокруг. И вот удержание вот этой горы позволяло вооруженным силам Украины действовать в данном районе очень эффективно. В первую очередь со скрытых артиллерийских позиций. И вот сегодня пришло сообщение о том, что вчера эта гора Кременец, по сути, где укрывались остатки гарнизона ВСУ, была взята российскими войсками. После чего вся линия обороны в этом районе буквально посыпалась. Потому что артиллерийский огонь перестали корректировать, а войска, которые шли в контратаку, были разгромлены. То есть после взятия вот этой горы Кременец и, соответственно, уничтожения группировки, которая шла на ее деблокаду, ситуация здесь очень быстро будет меняться. Я уже ожидаю в ближайший день-два стремительного наступления на юг по отсечению Славянско-Краматорской группировки от остальной Украины. И мои уважаемые зрители сообщают о том, что из Первомайского и Слозовой на укрепление позиций в районе, я так предполагаю, Барвенково идет на этой линии. Выдвинулись новые резервы. И здесь предполагается в ближайший день начнутся сражения. Главной целью которых будет выйти во фланг и в тыл Славянско-Краматорской группировки ВСУ. Но для этого нужно будет еще сбить некоторые заслоны. И в первую очередь, скорее всего, придется еще вести довольно серьезное сражение за Барвенково, которое уже превращено в довольно серьезный укрепрайон ВСУ. Конечно, будут попытки удержать те или иные рубежи. Но исход сражения был предрешен вчера взятием под контроль российских вооруженных сил горы Кременец в южной части города Изюм. По сути, за вчерашнюю ночь и за сегодняшнее утро это основная новость. Следующая новость, которая тоже пришла сегодня утром, это потопление в акватории Бердянского порта одного из российских БДК. Российская система ПО сбила очередную точку У над Бердянском, но ее остатки упали на разгружающиеся в порту корабли. Там стояло одновременно три российских БДК, а напомню, именно Бердянск сегодня является одной из основных толовых баз российской группировки, которая наступает по линии Запорожья-Донецк. И на одном из БДК начался пожар, и чтобы там не было детонации боекомплекта, его было принято решение затопить прямо у причальной стенки. Остальные два БДК, получив легкие повреждения, отошли в море, и на некоторое время порт Бердянск перестал быть основной базой толового снабжения. На самом деле это довольно крупный успех вооруженных сил Украины и, пожалуй, самый крупный успех с точки зрения применения оперативно-тактических ракет .у. Ну и также, пользуясь случаем, хочу сразу развеять еще один, ну теперь уже миф пропаганды официально Киева, это якобы окружение российских войск в районе Ирпеня, Буча и Гастомира. Естественно, никакого окружения нет и даже не планировалось, а данный миф начали раздувать на фоне боев, продолжающихся в этом районе. Интенсивная артиллерийская перестрелка позволила официально киевской пропаганде выдумать очередной фейк по уничтожению российских войск в этом регионе. Кстати, за последние, по-моему, 10 дней, причем этот фейк уже более скромный, потому что предыдущих два раза вооруженные силы Украины уже отбрасывали российскую группировку до самой белорусской границы. Здесь уже немножко скромнее. Просто взяли и окружили российские войска в районе Буча, Гастомеля и Ирпеня. Ну и также продолжается наступательное действие вооруженных сил уже теперь Донецкой Народной Республики на Горловско-Авдеевском направлении. Продвижение за сутки тоже составили примерно несколько километров и постепенно Авдеевка отрезается от остальной донецкой группировки с севера, востока и с севера. Тоже ожидаю сегодня новых данных по поводу продвижения боев с ДНР на этом направлении. Ну и также наблюдаю за направлением Курахова, где также продолжается наступательная операция теперь уже российских вооруженных сил. Все, на этом по этой теме на пока все. Следующая военная сводка должна быть примерно 22-23 часа по московскому времени. До свидания.